При слове пауэрлифтинг сразу представляются сильные накаченные люди, однако далеко не все знают, чем конкретно они занимаются. Пауэрлифтинг в дословном переводе с английского – силовое поднятие. Суть в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. Этот вид спорта включает в себя три соревновательных дисциплины – приседания со штангой на спине, становая тяга и жим от груди. Это у нас промежуточный разминочный вес – 150 кг. Мы выполняем на 8 повторов. И дальше с повышением веса мы убавляем количество повторов и выходим на 2-3 повторения. И так с каждой тренировкой повышаем веса, пока уходит где-то около 2-3 месяцев, пока мы выходим на максимум. Прародителем пауэрлифтинга является тяжелый атлетик, в которой спортсмены использовали эти упражнения для улучшения своих результатов в основных движениях. Первый чемпионат по пауэрлифтингу прошел еще в 1973 году. Вот уже более 10 лет и спортивный клуб «Атлант» из города Черкеска делегирует своих представителей на соревнования различного уровня. В минувший выходной в Старополе проходил Кубок России по пауэрлифтингу и отдельным движениям. Два наших спортсмена в категории до 100 кг и до 110 кг заняли первый месяц. Докупин Корней в этот раз выполнил норматив элиты России, пожал 217 кг и стал абсолютным чемпионом. И второй парень у нас, значит, Кокаян Гиган, он занял первое место. Результат поскровнее – 185 кг, но этого хватило ему в категории до 110 стать первым. У спортсменов, которые выступают, около 10-15 человек, не больше. Остальные пока как любители. Много КМСов, мастеров, немного международников и один элита. Обладатель высшего звания в отечественном пауэрлифтинге элита Корней Докукин. Соответствующий норматив «Жимя от груди» он выполнил на соревнованиях на Кубок России, проходивших 10-11 ноября в городе Ставрополье под эгидой Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Поздравляю спортсмена, ехать! 200, 210 и, наконец, в третьей попытке Корней Докукин зафиксировал вес 217 кг, при том, что сам спортсмен весит 99. Пауэрлифтингом Корней начинал заниматься еще в 1999 году. Потом была борьба, дзюдо, но, получив серьезную травму колена, единоборство пришлось оставить. Но не спорт. Корней вернулся в пауэрлифтинг, и, как показало время, и его характер не зря. Почему именно все-таки вернулся в пауэрлифтинг? Что тебя в нем привлекает? Ну, наверное, это самый первый мой вид спорта, в который я был обращен, посвящен, как бы, скажем, туда. Отец у меня сам тяжелой атлетикой занимался, мастер спорта. Как бы я с детства видел, равнялся. И, ну, и в городе у меня, где я родился, там больше не было секции, кроме как тренажерного зала, легкой атлетики и бокса. А так что это город? Это город Вихаревка, Братского района Иркутской области. А здесь в Черкесске дороже? В Черкесске я второй год, получается, сюда приехал. Был здесь когда-то в командировке служебной. Приезжал, набирал призыв. Сам на Дальнем Востоке служил. Ну, и понравилось в республике. Решил сюда перебраться с детьми, с семьей. Ясно. Ну, сейчас какая у тебя ближайшая цель, так скажем? Ну, в планах у нас с тренером рекорд России установить для начала. Получится. Значит, пойдем дальше Европу покорять, а затем уже и мир. Ну что ж, остается пожелать спортсменам удачи, новых достижений и побольше внимания со стороны спонсоров и властей. Тем более, что в центре внимания обычных горожан они оказываются практически на всех праздничных мероприятиях, проходящих в Черкесске, устраивая вот такие шоу силового экстрима. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.